Друзья, сегодня расскажу про интересные смарт-часы, которые точно будут популярны. Это новинка Halo RS5. Из интересного это большой яркий AMOLED дисплей 60 Гц, 150 видов тренировок, более 100 циферблатов, встроенный микрофон и динамик для разговора по громкой связи, голосовой ассистент, измерение пульса, кислорода в крови и еще куча разных фишек, которые, как обычно, обещают в рекламе. Но как все работает на самом деле, я расскажу в этом видео. И перед началом обзора пару слов про сам бренд. Официально компания Halo появилась в 2017 году, и главная фишка этого бренда – дать максимум технологий за минимальный бюджет, чем, собственно, они и занимаются. Изначально эти ребята начали производство наушников, причем сделали это вполне успешно, получили награды и продали много комплектов. И вот начиная с 2019 года, Halo представили свои первые умные часы. С того момента на свет появилось много разных моделей, некоторые из которых получили свою популярность. Например, RS3 получили награду за хороший дизайн, RS4 Plus раскупили на Алике как горячие пирожки, только в официальном магазине более 7000 отзывов. И вот появились новые RS5, о которых я расскажу в этом видео. Забегая вперед, часы не идеальны, но точно стоят внимания. Распаковку вы уже посмотрели. Из интересного в комплекте довольно простенькая магнитная зарядка и два быстросъемных ремешка на 22 мм. Силиконовый с классической застежкой и дополнительный из нейлона. В принципе комплект стандартный. На удивление, качество этих ремешков неплохое, тактильно приятные, заменить их на что-то другое желание не было. Но если вдруг, всегда можно купить на Алике любой другой ремешок шириной 22 мм. Из этих двух вариантов мне больше понравился второй. Смотрится неплохо, довольно удобный и запястье под часами не потеет. Это плюс. Кстати, спать с этим ремешком тоже комфортно, в отличие от силикона. Часы доступны в двух вариантах цвета, темные и светлые. Также на выбор есть несколько разных вариантов ремешков. Корпус часов металлический, это хорошо. Задняя часть вокруг датчиков сделана из пластика с фактурой. Качество материалов и сборки вопросов не вызывает, здесь все отлично. На корпусе звуковой динамик, микрофон, контакты для зарядки, датчики сердечного ритма и одна многофункциональная кнопка с прокруткой. Прокрутка сопровождается характерным громким щелчком, но без вибрации. Толщина корпуса с учетом датчиков всего 11 мм и вес вместе с нейлоновым ремешком 42 грамма. На руке часы практически не ощущаются. Влагозащита только по стандарту IP68, что скромно. Часы без проблем переживут попадание под дождь, но плавать с часами в бассейне, принимать душ и тому подобное нельзя. Об этом хотя бы мелким текстом, но все-таки пишет производитель. Один из главных плюсов RS5 это дисплей. Здесь установили большой яркий AMOLED диагональю 2,01 дюйма с минимальными рамками, как в современных смартфонах. И все это дело сверху прикрыто 2,5D стеклом с неплохим олеофобным покрытием. Визуально рамки вокруг экрана вообще незаметны, особенно при включении темного циферблата. Самих циферблатов много, можно загрузить в память часов сразу несколько штук и менять по желанию. Все настраивается в приложении, но об этом чуть позже. Разрешение 410 на 502 точки, плотность пикселей отличная, мелкий текст отображается хорошо, рассмотреть пиксели не получится даже в упор. Изображение сочное, цвета под углом не искажаются. По яркости экран выдал 1400 люкс или 416 кандел. Этого более чем достаточно. На улице все прекрасно видно, даже на солнце. Активация экрана поднятием руки работает хорошо, но активации тапом по экрану нет. Также нет функции отключения экрана накрытием рукой. Полвесон дисплей работает, правда с этим все очень скромно. В настройках нам предлагается всего два варианта отображения, стрелочки или цифры. Каких-либо других настроек не предусмотрено. Также нет датчика автояркости, настроить яркость можно только вручную. Сразу не обратил внимания, но яркость регулируется по 25%. То есть здесь казалось бы шкала есть, но все это дело происходит следующим образом. То есть 25%, 50%, 75% и 100% яркости. Вот такие вот дела. В рекламе заявлено, что экран 60 герц, но как это увидеть непонятно. Каких-либо анимаций в этих часах нет вообще. Кроме этого сердечка. Переход между виджетами происходит просто. Смена кадра, скроллинг в меню плавно назвать нельзя. Система работает не супер быстро, здесь прям чувствуется бюджетность. Также стоит понимать, что в этой модели нет GPS и нет барометра, что неудивительно. По автономности аккумулятор на 300 мА заявлено до 20 дней работы в режиме ожидания, то есть когда часы просто лежат на полке. До 9 дней в активном режиме, но без функции Always On Display, это важно. И 3 дня, если включить Always On Display. Здесь не соврали, 3 дня со всеми функциями часы точно живут, с учетом того, что я через них часто разговаривал. Громкая связь отрабатывает достойно, за это можно похвалить, разговаривать через часы комфортно. Встроенный микрофон и динамик хорошего качества. Абсолютно все, с кем я разговаривал через эти часы, не смогли понять, что это была громкая связь. То есть качество микрофона не уступает iPhone. При входящем звонке можно отключить звук, отклонить или принять вызов. Причем на часах есть не только вибрация, но и рингтон, который играет во время входящего вызова. Также есть отдельное приложение звонки, в котором можно набрать номер из списка контактов, добавленных через фирменное приложение. Далее можно посмотреть входящие и сходящие и набрать номер вручную. И вот здесь, в отличие, например, от Mibro, которые были в прошлом обзоре, эта функция работает нормально даже с айфоном. Здравствуйте, Руслан Игоревич, это Двербан. Вибромоторчик, на удивление, неплохой. Часы не просто жужжат, а именно вибрируют. И главное, есть возможность настроить силу в вибрациях, что, к слову, есть не в каждых часах, особенно дешевых. Голосовой помощник работает только в паре с телефоном, то есть часы используют встроенный голосовой ассистент смартфона. В моем случае запускается Siri. Функционал большой, можно узнать погоду, запустить музыку, попросить набрать нужный контакт из телефона книги. В общем, все то, что делает смартфон, только через часы. В целом удобно. Пульс у воздуха часы не находят, это хорошо. Показания пульса похожи на правду, насколько они точны, понятное дело, 100% вам никто не скажет. Но каких-то нереальных значений не было. Также есть круглосуточный мониторинг стресса и кислорода в крови. Но это не медицинский прибор, поэтому верить таким показателям в любых часах я бы не стал. Доступно 150 различных тренировок, чего тут только не добавили, но по факту это конечно же маркетинг. Вот например несколько разных тренировок, программа практически не отличается. В этой модели нет GPS модуля, поэтому часы считывают только время тренировки, пульс и калории. Режима многозадачности нет, максимум что можно сделать во время тренировки это управлять музыкой. В память часов можно загрузить много разных циферблатов и менять пожелания. В приложении много интересных вариантов на любой вкус и цвет, за это спасибо. Кастомный циферблат с фотографией добавить можно, но анимированных циферблатов я не нашел. Быстрое меню с виджетами не закольцовано. Свайп вправо открывает дополнительное меню, в котором отображается погода и последние 4 запущенных приложения. Свайп влево открывает виджеты. Здесь в принципе все стандартно, это кольца активности, измерение пульса, кислорода в крови и даже настроение человека. Вы же сами не поймете, радостно вам или грустно. Дальше виджет погоды с прогнозом на 3 дня, данные сна и управление музыкой. Управлять можно только плеером смартфона, встроенной памяти для загрузки музыки к сожалению нет. Также часы можно использовать как блютуз колонку и воспроизводить музыку через встроенный динамик. При включении ползунка практически все звуки идут через часы, включая звук ютуба, голосовые ватсапе, телеграме и тому подобное. Меню с виджетами можно настроить под себя, это удобно. Сверху вниз открываются быстрые настройки, здесь можно включить или отключить связь с телефоном, активировать режим не беспокоить, отключить звуки, настроить яркость дисплеем, включить активацию дисплея поднятием рукой, найти смартфон, использовать экран в качестве фонарика, включить режим экономии энергии и перейти в основные настройки. Снизу вверх открываются входящие оповещения и пропущенные звонки. Иконки приложения прогружаются нормально, но длинные сообщения полностью не открываются, приходится дочитывать на смартфоне. Смайлики не поддерживаются и ответить на сообщения тоже нельзя. В основном меню все остальные приложения, из интересного есть блокнот записи ваших тренировок, функция найти смартфон, причем телефон включает рингтон даже в режиме без звука, секундомер, таймер, дыхательные упражнения, будильник, который можно установить именно с часов, тоже удобно, женское здоровье, голосовой помощник, калькулятор и удаленная камера. Управление часами происходит с помощью приложения Hi-Lo Fun. Здесь можно выбрать циферблаты, найти часы, добавить до 30 контактов из телефона книги, смартфонов, память часов, выбрать нужные приложения, с которых будут приходить уведомления и обновить прошивку по воздуху. Хотя сомневаюсь, что обновления вообще будут, но посмотрим. В разделе «Главное» отображается вся ваша активность. Здесь в принципе все стандартно, ничего нового от слова совсем. Что в итоге? Плюсы этой новинки – это хорошее качество материалов и сборки, большой, яркий, хороший дисплей, встроенный микрофон и динамик для разговора по громкой связи. Минусы – средняя автономность, нет GPS и барометра, нет встроенной памяти для музыки, нет мультизадачности, нет анимаций вообще совсем никаких. Часы подойдут для тех, кому нужно просто смотреть время и отвечать на звонки. Отличный вариант для детей. Ну а что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. На сегодня у меня все, всем удачи, пока-пока.